Подводим итоги матча Уриск-Маракеш. Встреча закончилась ничью 1-1. Иван Веселов, Александр Нищук. Погнали! Саш, ну, поздравляем тебя от лица всей футбольной общественности с прошедшим днем рождения. Сыграли с Маракешем 1-1. Ну, наверное, давай скажем честно, наверное, ты другого ожидал результата в качестве подарка на день рождения сегодня. Слушай, ну, если честно, не то чтобы я ожидал другого результата. Я всем парням говорил о том, что Маракеш, несмотря на то, что находится там в нижней части турнирной таблицы, команда серьезная. У них, возможно, какое-то перестроение в плане игры идет. Ну, возможно. Но по игре-то парни все в порядке. У них хорошее преимущество. У них нет людей, которые выпадают. У них, понятно, что есть терпящий, который выделяется немножко, но его уровень, насколько он выделяется, это незначительный. У них вся команда хорошая, хорошего уровня и нет выпадающих. А когда нет выпадающих, значит, средний уровень команды очень хорош. Потому что уровень команды определяют именно люди, которые проваливаются. У них таких людей нету, поэтому команда, думаю, будет набирать очки. Я всем парням говорил, что игра будет сложная, и она получилась сложная. Это, наверное, самая сложная игра. В том смысле, что понятно, что мы там и Жори влетали, но там мы не играли. А здесь мы вроде бы старались играть, но соперник не давал абсолютно. Очень сложно. 1-0, и очевидно, что 1-0 не хватало. Ну, и там на последних минутах пропустили. Ну, с точки зрения турнирной борьбы, потеря очков с командой с нижней плейной таблицы критично? Ну, я тебе говорил, что наша задача не в медалях быть, не в Суперлигу стремиться, а команду построить. С точки зрения построения игры командной, конечно, какой-нибудь итоговый результат будет положительный, будет хорошим, хорошо воспринят. Но с точки зрения спортсменной команды, такие игры – это хороший навык нам, хорошая учеба. Я думаю, что все хорошо. Майя, ну, чтобы общались до игры, ты сетал, что не хватает положительных эмоций от хороших результатов. Но сегодня, по мне, так, выдали хороший матч. И, ну, как минимум, наиграли, не на поражение. Мне кажется, ничья закономерна. Как считаешь? Я считаю, что, во-первых, мы каждый матч выдаем весьма неплохой. То есть, я перед самым началом этого чемпионата был ясно, что вам удалось создать вот в Премьер-лиге. Это самый ровный чемпионат, вот в среднем уровне команд одинаковый. Мы, конечно, идем, замыкаем там тройку внизу, но это ни о чем не говорит, потому что мы всем навязываем борьбу. Мы всем со всеми играем либо в ничью, либо в один мяч в концовке проигрываем. Тут как бы речь идет о каком-то невезении. Ну вот, какой вопрос был, я прослушал. По игре, как ты считаешь, один закономерен результат? Я считаю то, что Уриск отскочил в концовке, но в свою очередь мы могли нахватать полную корзину в начале. Поэтому в целом все закономерно. Один-один в приравной борьбе, в отрезке выдавали лучше они. Вот концовка, я считаю, осталась, наверное, все-таки за нами. Ну, потому что, в общем, я так считаю. Ну вот, собственно, закономерный результат один-один. Боевая ничья – это было здорово. Мы как раз с тобой до игры анализировали, почему не удается набрать очки. И как раз среди пунктов обсуждали не самую уверенную игру Андрея Рондика. И сегодня его ошибка привела к голу. Просто мы этим разговором перед началом несколько сглазили. Потому что вот месяц, у меня не было месяц, я смотрел обзоры, человек не ошибался. Ну, все у него сложилось так, как сложилось. Ну, со всеми бывает. То есть, как бы, что-то поделать. И не ошибся бы он, мог бы ошибиться кто-то другой. Поэтому, если кто-то должен всегда ошибиться, то это нормально в футболе. Сегодня это была его очередь. Ты месяц отсутствовал, где пропадал? На работе, деньги зарабатывал. То есть, теперь у Маракеша должна улучшиться, да, с сдачей износа? Улучшилась жизнь у моей женщины, не у Маракеша. Понятно. Саша, ну, кого-то ты сегодня выделишь, опять отличился голым Матвеев. Даже не знаю, есть план бета без Матвеева? Или мы это проверим в следующее воскресенье? Да мне кажется, что это вы больше акцентируете на это внимание, на Матвееве, на Алексееве. Пишут об этом постоянно. Я думаю, что, я говорил уже не раз, Саша нападающий очень качественный, но он нападающий 3-3. Он цепляется за мяч там, он принимает мячи там, он не опускается за мячом, он не обыгрывает через все поле, в отличие от некоторых других игроков. Если до него мяч доходит, если создают для него моменты, значит команда делает то, чего мы хотим. Мы хотим так играть, мы так играем на данный момент, если есть такой нападающий. Поэтому выделять только Сашу неправильно. В данной игре, к сожалению, не все получилось в атаке, поэтому мы забили всего один. И действительно, Ваня прав, в конце мы могли и напускать. Прямо подряд там несколько, там Макс вытащил прямо бешеный удар в самом оконцовке. Не очень получилось в атаке. Выделять кого-то, наверное, неправильно, но вот попробую Макса выделить. Он хоть и пропустил там, кто-то кричал с бровки вратарский, там мяч нырнул, он его не видел, я уверен. А вот вытащил он в конце очень важный, поэтому хотя бы одну очку, но нам, очевидно, Макс принес. Поэтому его отмечу. Ваня, ты кого отметишь? Сегодня достаточно неплохой сбор. Грузины подъехали наконец-то. И ты? Даже не знаю, кого отметить. Не хочется кого-то отмечать. Все сегодня молодцы. Скажи, как ты считаешь, сколько еще время нужно терпячим, чтобы выйти на реально свой уровень? Я бы не стал акцентировать внимание только на терпячим, потому что у нас вся команда, если отдельно каждого брать, большинство, подавляющая половина людей в команде вот на пути к этому своему идеальному уровню. То есть как бы мы... Я уже об этом говорил на каком-то интервью, то что нам не удается войти, ну как-то вот набрать вот этот ход. Я просто боюсь, что если случится, прикурят все в чемпионате. Спасибо за ответы. Удачи в дальнейшем. Спасибо за матч.